всем привет с вами точеный и лютов сегодня мой третий раз пробуем записать наш восхитительный диалог потому что первые два раза технически у нас все пошло по влагалищу и пробуем третий раз вот представьте для тех кто не знает давайте кратко тоже сам представлю это самый ненавистный и забанный человек в узких кругах веганского комьюнити все его но не все но большая часть его не любит потому что он душный а так мне кажется он достаточно неплохой молодой человек иначе три раза я бы с ним не пытался записать диалог да и на том спасибо да не меня просто считают антивеганом поэтому с ко мне такое отношение так я с этого собственно говоря и начинал с антивеганство поэтому так и получилось ну что же мнение сложилось тем не менее сейчас я считаю что все-таки дело полезно какое-то дело для веганского комьюнити все-таки что-то пишу что-то проясняю ну да поменьше душ нить и побольше такого ласкового веселого под веселую музычку больше улыбок но вот вся вот эта тошнотворная херня которая меня сама очень бесит твой ты такая молодец ты такой сладенький но люди такой любят больше это больше веганская такая хрень ну можем сделать в принципе видео как одна известная компания но надеюсь боюсь что у нас так не получится у меня столько же стекуляции не хватит и если я так быстро говорить не умею просто стекуляции по моей части даже стекуляции тем более по твоей части но пишемся чего у нас на повестке то вопросы мы с тобой уже давно их обсудили я уже устал их обмусоливать честно говоря даже 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 уже мне не надоели эти вопросы но если хочешь я могу кратко да по каким-то тезисам объяснить ситуацию ты скажешь да да нет нет если что-то забуду дополнить давай их попробуем так ну про кого пара александрова давай про александрова но наверное тезис про то что чем там сказал это что это выбор каждого как на это реагировать покупатель не покупать размусоливать больше не будем ребята если вас устраивает что вас назвали скотом покупайте я вас осуждать не буду я думаю он тоже если не хотите покупать не покупайте в принципе ну хер с ним а второе то что вот очень товарища взволновала что он даже мне написал по этому поводу это анализы когда анонсировал видос про александрова все начали мне писать вот там пришли исследования от веган раша это уже не веганские сырки там молоко и все такое я посмотрел это исследование сделал на него ссылку написал что это вот исследование такой есть но это один всего лишь результат на него ориентироваться нельзя плюсы цитату предоставил что вроде как а у анализов есть определенные границы они не показывают больше там ну подскажи скоба бредом есть границ порога и границы исследований именно у них там 67 с половиной миллиграмм на килограмм вот он он даже уже запомнил да вот этой границы аппарат по чувствительность не может показать больше или меньше может быть там шестьдесят семь с половиной этих единиц может 68 а может быть 1000 и если как сказал веган рашин если сдать молочный сырок он покажут то же самое ну то есть это как бы повод на мой взгляд задуматься о качестве этого сырка это может быть как и наличие следов просто это может быть плохая партия это может быть вообще намеренно плохой молочный сырок то есть вариантов много но скорее всего я бы говорил о том что эта партия какая-то плохая либо неточность исследования но это повод задуматься точность исследования просто очень сильно 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 чувствительная рассчитана то исследование в первую очередь на аллергиков а уже во второй очереди там на какой-то на исследование наличие уже непосредственно какого-то количества молока но если по идее надо делать исследование уже на точное количество если уж хотят узнать сколько там молока. Добавили его специально или нет. Ну, сделать точное исследование. Но, конечно, дороже. Ну, по три раза переделать анализы. У них есть деньги. Один раз сделать нормальные анализы. Ну, денег нет. Довольно странная ситуация. Хотя, пускай, в принципе. Я уже тему эту отпустил, но я думаю, они сами уже разобрались, в принципе. И сама Марина выставляла уже на обозрение свои умозаключения по этому поводу. Слава богу, что и муж помог в этом. Есть же хорошие люди. Вот. Если кто не в курсе, Алексей ее задушнил, что не бомбанул. Она же в сторис написала ему пару ласковых, что точность исследования не очень, как бы, и делать вывод, что это не веганский сырок, ну, как бы, не совсем правильно. Вот. И она, как я понимаю, с ее мужем прошерстили кучу информации. Пришли к выводу, что да, действительно, говорить об этом нельзя. И вообще наличие следов мало где регламентируется. А где регламентируется, регламентируется по-разному. То есть, в Японии следы будут указываться при одном количестве, там, в другой стороне по-другому. Ну, и на самом деле, по большому счету, это для веганов, как для удобства, да, если ты видишь. Вообще, если тебя волнуют следы, конечно, меня вот следы не волнуют. Но если в составе показано, да, что там есть молоко, ты не покупаешь. Вот и все. Ну, да, для кого-то это, на самом деле, очень важный вопрос. Потому что я попадался, встречался с, точнее, на просторах веганского сообщества и видел много людей, которые говорят, что, да, для нас следы прям важно. А если следы, вот, ты ешь с продуктами, следами, это все. Особенно этим грешат кришнаиты, которые перешли на веганство. Для них прям любое употребление, любого количества уже грех. У нас тут, кстати, обитает один на просторах наших пабликов. Один обитает. Он прям к этому очень трепетно относится. Но, тем не менее, для него благостное молочко имеет место быть. Он, конечно, его не употребляет, но допускает, что есть возможность производства гуманного, точнее, благостного молочка, ради которого не убивают коров. И не эксплуатирует их, соответственно. Не использует их по-жесткому. Ну, мне кажется, у меня одного такого товарища даже обзор на канале есть. Не знаю, кстати. На Мартырова. Вот, но он там у нас тусит, что-то комментирует, что-то говорит. Говорит, что мы не веганы, раз мы допускаем употребление ешек, допускаем употребление следов. И вообще так нельзя, так нельзя. Так можно и до чистых ПЖП дойти. Ну, у некоторых людей скрипт как-то странно работает, разные формы радикализма включаются. Да, но границы там очень размыты. То есть, вот я выпустил постик в Инстаграме себе по поводу животных, и один там товарищ меня как будто троллит. Он говорит, что если, ну, как я там написал, если у тебя, мы, наверное, еще можем обсудить этот вопрос. Ну, короче, если тебе надо кормить свою там собаку с продуктами животного происхождения, лучше взять сухой корм, да, чем вырезку. И вот он мне все писал. В сухом корме мясо больше, чем в продуктах. Я говорю, мясо в корме больше, чем в мясе. И он мне то же самое писал раза три, потом я плюнул. Но в этой форме, да, в этом вопросе. Тоже как бы вроде минимизируешь, вроде нет. Но обсудим, наверное, попозже. Ты хотел? Ну да, можно. Да можно прямо сейчас. Раз уж мы так плавно перетекли в эту тему, то тут вопрос. Еще, кстати, замечательно тоже. В антивеганской группе тут тоже сидел, ну, наши, в нашей любимой антивеган. Там написал какой-то не очень, короче, глупый пост, ну, на самом деле, глупый. То есть, как бы, надо бы сначала человеку матчасть подучить, а потом уже начинать троллить веганов. Там был, по-моему, ролик с Жаредом Лето, что ли. Да, с ним, наверное. Где он то ли в меховой шапке, то ли что, и говорит, что там животных нельзя кушать. А он подписывал, что, понимаешь ли, либо вы убиваете животных, либо вы не убиваете животных. Ну, тоже такой, продемонстрировал такой, так сказать, самое, что ни на есть, махровейшие бинарные мышления, когда ты, то есть, он говорил, что люди не могут быть веганами, то есть, веганского образа жизни не существует. То есть, веганов нет, и ты либо убиваешь, либо убиваешь. Если ты не хочешь там убивать, будешь хочешь веганом, то там, пожалуйста, в глушь, в Саратов, к тетке и прочее. Без электричества, без ничего. Соответственно, на что я ему, как бы, указал, ну, так, ну, может быть, веганов-то, конечно, не существует, но, то есть, ты уменьшаешь вред, который ты можешь уменьшить. Зачем, зачем проявлять такую двоичную систему, то есть, ты либо убиваешь, вот прям, ну, как бы, а раз ты не можешь не убивать, то, ну, как бы, ну, хрен с ним, я буду все равно это, все равно убивать. Вот такое вот достаточно интересное мышление. Не хотят люди идти в сторону уменьшения, там, количества продуктов убийства. Ну, позиции, конечно, мне когда-то знакомые, но сейчас я не могу ее разделить вообще никак. То есть, если можешь уменьшать, надо уменьшать. Вообще, не понимаю достаточно. Там, в общем, достаточно скучно стало в антивеганских пабликах и, не знаю я, наверное, покину, покину это комьюнити в скором времени, потому что, ну, реально уже скучно становится. Так смотри, раз банят тебя в веганских пабликах, если покинешь. В веганских пабликах меня я и не забанен, я забанен во францианитских пабликах. Это отдельный... Но это все равно веганские паблики. Слушай, ну, это отдельные комьюнити, которые не могут существовать, если будет какая-то наличествовать какая-то критика. Они просто не смогут, вот, поэтому они аккуратно огораживаются, вот, создали свои уютненькие пространства, там, хочешь там, не понравилось высказывание, забанили, сказал что-то лишнее, забанили, с матчастью ознакомился, но не понял, забанили, ну, вопросы такие, то есть, они, в принципе, когда они начинали, они же неплохо, в принципе, что-то разжевывали, сейчас они уже обленились, никого не разжевывают. Есть матчасть, учите, непонятно будет, еще раз прочитайте, еще непонятно будет, еще прочитать, пока не поймете, примерно так это работает. просто надоедает, потому что на первых порах так идет воодушевление, хочешь разжевывать, а люди все равно, это новые приходят со стороны, каждый раз заново, а у тебя создается впечатление, что ты одному и тому же, будто бы, человеку разжевываешь, хотя это уже, может быть, 105-й, или тысячный человек, ну и кончается терпение, у многих веганов, даже очень дружелюбных, появляются всякие посты, типа, хватит лицемерия, двойных стандартов, ты либо не жрешь мясо там, и не носишь меховые шапки, либо ты ненавидишь свою собаку, ну, условно я говорю, но вот посылы такие радикальные, а то, что ты сказал там, либо ты в Саратове живешь, либо ты не веган, Сацулин любит вот эти видосики, он выпускал, ну, во всяком случае, последний, который делал обзор, там же такая политика, либо все, либо ничего, и это частая такая позиция у людей. Ну, вот, ты знаешь из-за чего, потому что некоторые веганы тоже обязательно любят выпить и свою этичность, на первый фарантин, пытаются показаться лучше, чем они на самом деле являются, не то, что они не лучше, ну, как бы, ты просто, ты уменьшаешь вред, уменьшаешь, ну, уменьшаешь, ну, там, есть вред, от которого пока не получится уйти, например, вот то, что Сацулин, Сацулин вообще отдельный кадр, который, ну, вскрыл он это все, ну, так да, так как это отменяет тот факт, что можно отказаться от прямых продуктов убийства уже прямо сейчас, да, собственно, никак. Ну, вот он местами, правда, интересный, то есть он может данные какие-то находить, но он не может их трактовать, то есть он мог бы этот ролик, вот, ну, не последний, но вот на который я делал обзор, представить, что, ребята, ваш радикализм и какой-то высокомерие, оно не будет работать, потому что есть такие моменты, но оно никак не противоречит веганству, не отменяет его, ну, то есть вроде как данные есть, а вот трактовка отвратительная. Трактовка отвратительная, ну, там он практикует, там тоже такие-таки с достаточно интересной подмены понятий, ну, вот это можно так, ну, хорошо, веганство еще, ладно, я бы хотел все равно оставить, чтобы это было о животных и не туда не включали всякие там разные повестки, типа там феминизма, там защиты ЛГБТ и прочие, вот эти вот такие вот субкультуры, которые превращают веганство тоже в такую же субкультурку, не хотелось бы, но вот он практикует эти подмены понятий, получается, что до конца этичным, ну, это никто не может быть до конца этичным, ну, ты куриную ножку-то вы не за рта, а потом уже указывай людям, как им жить, от кокосов, от тех же, да их от них можно отказаться без проблем. Сейчас надо отметить, что феминизм это не субкультура, это во многом тоже важная вещь, и просто многие ее не любят за то, что там есть, и как правило, есть где-то на Западе какие-то тоже радикальные течения, которые вроде как вот выставляются вот вперед, да, вот если в гугле вбить феминизм, там такая тетика с розовыми волосами возмущенная, а там проблема домашнего насилия и прочие важные вещи, они как-то, ну, так это и как будто бы не феминизм вовсе. Так это везде, я говорю, во всех движениях, то есть получается так, что самая кричащая часть, ее больше всех видно, а самая кричащая часть, далеко не всегда самая умная, и получается, что вот тут кричат там тетки с розовыми волосами, непонятно о чем, и повестка-то феминистская размывается, а это очень грустно, как и с веганством тоже. Фокус, внимание смещается на какие-то вещи второстепенные, с главных, мне... Ну, и веганской, да, тоже. Это как, ну, если там заканчивается феминизмом, то есть как бы, вот, например, Ратфем, тот же течение, оно же, например, другие особо не признает, конечно, сотрудничает, кто-то сотрудничает, кто-то чего, но позиция такая, что женщина, которая там удобна для мужчин, не может быть феминисткой, вот как-то так, в этом ключе. То есть феминизм... Ну, мне... Я как бы не эксперт в этом вопросе, но тут мы очень поскользь, по тонкому льду ходим, потому что, если кто-то более-менее умный придет, нам полную жопу огурцов напихают за наши такие некомпетентные рассуждения, но мне кажется, что-то я про огурцы сказал, аж потерял мысль. Да я думаю, давай тогда не будем феминизм вообще, в принципе, обсуждать. У нас животные на повестке, вот пускай, то есть по поводу... А, вот размытие повестки веганской, то есть, например, многие кто, кто занимается там тем же активизмом, или может быть они начинают с этого, а потом уже там... То есть не то, что размывают, но они смещают вектор веганских повестки вообще полностью вот в сторону кошек и собак. И получается, что ты вроде как за животных, а вроде как и... Вот кошки и собаки, они вот обособленно идут. И не все животные равны, но некоторые равнее. Вот те Джорджи, Оруэлл и Скотный двор. Есть животные, которых нужно защищать обязательно, а есть животные, которые могут и пострадать ради этого. Поэтому в основном, даже веганы этим грешат. Пожалуйста, на корм кошек с кошками и собаками идут другие животные, которых меньше жалко. Вот кошка, если умрет на улице, это плохо, а если вот коровка на бою не умрет, ну, умрет и умрет. А мне тут на серьезных вещах одна девочка, буквально когда позавчера с Денисом Ташамановым было интервью в Этике, да, у Этики, у Саши из Этики, девочка внизу писала, я им вопрос хотел задать, ну, там она, к сожалению, все потерла, она меня обиделась, ну, в связи с ситуацией исследования. Ну, ладно, бог с ним, обиделась и обиделась. Вопрос-то был следующий, то есть, как бы, вот, почему можно некоторым кошек своих кормить животными, и это будет соответствовать их принципам, убеждениям, которые они совершенно другие заявляют на самом деле. Девочка одна мне писала, что я дезинформирую людей, и на корм кошкам и собакам не идут, не идет мясо. А я приводил пример, то есть, есть там уже корма, они же разные, там супер премиум, там холистики, прочее вот эти, то есть, там обязательно по стандартам, я не знаю, конечно, кто эти стандарты придумал, но, скорее всего, там те же производители кормов, но в них обязательно должно быть включение. В супер премиуме 30%, не менее 30%, вот, именно не субпродуктов, а непосредственно плоти, животных. Там плоти и какой-то рыбы, ну, то есть, это непосредственно части тела убитых животных. В холистике вообще 50%, и там не допускаются никакие там кукурузы и прочее. Это чисто натуральный корм, который там, ну, он стоит дорого, правда. Вот, она говорила, что, ну, нет, животных не убивают ради кормов, это все субпродукты. А компании, которые производят корма, они нас обманывают. Я думаю, ну, ладно, раз не убивают, тогда можно, в принципе, заниматься кошками и собаками, и спокойно покупать корма, раз уж не убивают. У меня тоже в комментариях в инстаграме был, кто-то писал, что он тоже не верит, там никому не в веганские корма не верит, не в элитные, ни в каких, там везде требуха. Ну, по большому счету, да, это, конечно, разные вещи, есть там напрямую плоть, или только требуха, но это ПЖП, в том или ином виде. И вот, я вспомнил идею, что хотел сказать, что очень часто, больше всего, по каким-то вопросам, кричат люди, которые тему знают, ну, не лучшим образом, то есть, неюфаги какие-то, которые вроде перешли, да, вот, стали там беганы, или стали поддерживать феминизм, и идут там заниматься борьбой в интернет, и кричат, и вот часто видно, вот, покричащим, которые не очень хорошо знают повестку, оценивают движение. Ну, как, ну, бывает, почему-то фокус смещается, вот, на таких людей. Ну, если продолжать возвращаться к животным, да, вот, я просто захотел высказаться. Ну, моя позиция такая, вот, есть животные в приюте, вот, если ты хочешь завести домашнее животное, да, ты можешь взять из приюта, это один из лучших вариантов, либо там взять у соседей, которым не нужны там эти животные, подобрать с улицы, короче, грубо говоря, да, если вот утрировать, может быть, чуть-чуть, ты спасаешь животное, потому что, либо оно сдохнет в каких-то условиях, ну, скорее всего, оно сдохнет, да, если ты его не возьмешь, никто не возьмет. Ты взял животное, ты можешь, следя за его здоровьем, да, за его благополучием, кормить его таким образом, чтобы как бы на двух стульях усидеть, и минимизировать эксплуатацию, то есть подобрать корм, где больше требухи, или веганский корм подобрать, если собачке, но он кушает веганский корм, ну, она не страдает, не мучается, как любит об этом кричать, да, что веганский корм, это вообще не будет работать, вот, ты если кормишь, работает, окей, вот все, тебе вопросов нет, не работает, ну, пытаешься не вырезкой кормить, кормом, ну, такие варианты, потому что, если оно не сдохнет, и кто-то заберет другой, то он будет кормить, ему вообще будет настрать, больше там животных или нет, то есть, в этой ситуации, ты минимизируешь эксплуатацию, и насилие, потому что, ты животное вроде как спас, и следишь, чтобы его, ну, кормишь его, вот, максимально этичным таким способом, конечно, там может быть ПЖП, но тут уж как вот, как электричество, ты пользуешься, так вот, с животными, примерно. Ну, мы когда прорабатывали вообще эту повестку, в конкретах по кошкам и собакам, то есть, наше предложение какое, не брать вообще животных, вот не брать, потому что, ну, вот это самое, что ни на есть, распорядительство, судьбой и жизнью живого существа, ну, условно говоря, то есть, какая повестка-то веганская, то есть, стерилизовать обязательно, то есть, взять животное из прюта, стерилизовать, уже насилие над животным, как бы, понятно, что там, может быть, из каких-то благих побуждений, но тем не менее, это животное же насилие над животным. Ограничение в перемещении, то есть, в квартире животное заперто в четырех стенах, то есть, та же кошка, как бы, и там, мы же не можем спросить, хорошо и нехорошо, она заперта в четырех стенах, то есть, там деревенские те же коты, деревенские собаки, которые они нам не на цепи, они нам на самом выгуле, они где хотят, там и бегают, вот, а в городе это совершенно ненужная какая-то штука, вот эти вот содержания домашних животных, которые абсолютно не служат ничему, кроме эмоционального обслуживания, вот, и, соответственно, ну, еще один из аспектов, там же большинство животных, они уже не умирают самой своей смертью, ветеринарки обязательно его берут и усыпляют, а это, по сути, убийство, у нас же не, у нас же, а еще интересная такая вещь, тоже тут недавно буквально с девочкой общался, животные, это члены семьи, я говорю, членам семьи не отрезают члены, не вырезают матки, не запирают их в четырех стенах, не, не заставляют их ходить в туалет по расписанию, там, выгуливаться на улицу, ну, и уж точно не убивают в конце, когда там, они уже становятся старыми, и, там, уколчик, в каких-то странах может разрешена автаназия, но в России пока нет, так что, довольно странное отношение к животному, когда ты говоришь, что это член семьи, а потом вот так вот. Не, ну, слушай, все равно проблема диких, ну, бродячих, да, животных, брошенных животных, она так или иначе существует, и если ты не забираешь животное из приюта, там, с улицы, откуда-то, это как бы, тоже делал такое, это проблема, которую надо решать, то есть, в идеале, всех стерилизовали, всех диких животных забрали, все, диких животных нет, и там, в прекрасном веганском мире никто не будет вылавливать, там, и разводить каких-нибудь породистых животных, там, попугаев ловить, но вот, если вот этого ничего нет, то, как бы, животные, вот, они будут в лесу, в парках, белочки, кошечки, какие-нибудь дикие, вот, манулы, там, это будет в лесах, в городах не будет, все, а как бы, пока это есть, но стерилизовать лучше, чем и не стерилизовать, потому что, ну, родиться. Стерилизовать лучше, чем не стерилизовать, это первое, первое, что нужно было, что нужно сделать, запретить просто разведение, заводчиков, всех там, не знаю, усложнить, там, конечно, я не сторонник, прям, вот, конкретно радикальных методов, но, если делать первый шаг в этом отношении, то надо обложить налогом всех заводчиков, прям, вот, всех, обязательно, животных завести паспорта, чипировать всех животных, прям, в обязательном порядке, если хотят они такого уж обращения, то есть, говорят, что там, как члены семьи, ну, давайте сделаем, тогда введем закон, который с животными, если ты поступаешь с животными, так же, как, если бы ты поступил с человеком, ну, плохо, там, бросаешь, там, если она убежала у тебя, потерялась, я не знаю, ну, давайте введем большие штрафы за это, потерялось животное, бах, тебе соточку прилетело, еще раз потерялось, все там, тебя, не знаю, там, еще какие-то меры, хочешь там, на год присесть за это, за то, что ты, ну, как к ребенку, условно говоря, если ты плохо относишься к ребенку, тебя его изымают, вот тут. Там это все вписывается в вопрос, там, ответственного обращения с животными, вот жестокое обращение, то есть, это, ну, в этой сфере все лежит. Ну, начинается, в любом случае, все с регуляции, так или иначе, и как там не хотят, там некоторые движения, один фиг, все начинается с регуляции, и уже потом все это переходит, там, какие-то запреты, или просто отмирание деятельности, так же. Заводчики те же, а там рут, когда просто невыгодно будет заниматься этим, никто не будет покупать. Ну, и вопрос эвтаназии тоже спорный, потому что, как правило, убивать животных, когда они уже все, ну, реально все, ну, мало кто убьет животное, потому что там собаке 12 лет, допустим, она типа старая, ну, давай убьем собаку, да, ну, ну, кто-то может так делает, но люди, которые эмоционально привязаны, они так не делают, то есть, если собаке, ну, ветеринар, говорит, у нее откажут ноги, там, послезавтра у нее рак всего, лучше ее вот, спокойно дать ей уйти вот так, чем она будет там мучиться еще там месяц, может быть, неделю, день, дел такое, что у нас люди в окна прыгают, потому что бейсбола нет, ну, поэтому. я ничего не говорю, тут не поспоришь в плане-то в этом, но все равно это, если очень хочется там, пориспоряжаться чьей-то судьбой, ну, может, лучше подумать еще раз над этим, и не стоит, не стоит, зачем? нет, ну, я считаю, если для тебя неприемлемо кормить ПЖП там собаку, то действительно не бери из приюта, но взять из приюта собаку это неплохо, ну, если ты хочешь, то готов ухаживать, да, за собаку, потому что, ну, она все равно будет в приюте, либо ее потом усыпят, потому что приюты у нас не особо, да, обслуживаются, либо возьмешь ее ты, ну, ты, если возьмешь, как бы, ты сможешь минимизировать, как бы насилие, вот все лучше, чем самотеком это решится. Ну, вот у меня девочка знакомая из Москвы, она своим собакам подбирала, подбирала корм, долго подбирала веганский корм, так и с четвертого раза, по-моему, подобрала. Вроде, да. Ну, вот, это такой замороченный путь, и как бы неплохо. Ну, вопрос доступности тоже, я же, кто-то, кто-то принципиально не хочет покупать, веганский корм, кто-то говорит, что там о недоступности веганского корма. Я, честно говоря, тоже вот, если бы у меня было какое-то животное, я бы, не знаю, где этот корм вообще искал, вообще стал бы я его искать, или не стал, это довольно... Понятно, если тебе надо его заказывать, там, на херби, на каком-нибудь, и платить за него 10 раз больше, чем обычный корм, то вряд ли. Но это вопрос доступности, все равно вписывается. Ну, плюс, то есть, вопрос стоял тоже изначально, там, те же отдельные подходы, так называемый аболиционистский подход к правам животным, говорит о том, что институт надо вообще отменить домашних животных, ну, точнее, чтобы он это, ушел в небытие. Веганские корма, на мой взгляд, не, как раз, не помогут ничем этому, потому что люди будут кормить этично, если будут доступны веганские корма, люди будут просто кормить этично своих животных, и на этом успокоят, скажут, а зачем нам перекращать разводить животных, если вот мы можем кормить их этично, пожалуйста, никто не умирает ради этого, ну, кошкам, собакам, всем хорошо. Но опять же, это если не закрыть поток бесконечного появления брошенных животных, потому что если перекрыть, это поток рано или поздно уже не будет животных, которые можно взять из приюта. Ну, вот поток перекрыть, но некоторые против того, чтобы каких-то там этих узких мер, я говорю, что надо, то есть все начинается с регуляции и заканчивается уже запретом, либо естественным отмиранием всего этого. Кто-то называет это вэлферизмом, УНК и прочее, но это примерно так и работает. Все это примерно так и работает. Начинается все с регуляции, начинается все с закона, все надо начинать с законодательного уровня. Просто некоторые... Ну, да, да, но, как я говорил там в одном видосике, что пока у нас с людьми обращаются как с говном, с животными, наверное, будут обращаться нескоро. Хорошо. Ну, да, тоже там, тоже охота, сейчас он это вот, опять на валу и вот тут какую-то бочку катят. Я не уникал особо сильно, я тоже не понимаю честно говоря, людей, которые прям маниакально как-то хотят расстрелять животных краснокнижных. Зачем им это надо вообще, я, ну, реально не представляю. Меня постоянно тоже вменяют, что я охотник, хотя, ну, я в камуфляже стою с ружьем, ну, как бы стою и стою, я по тарелочкам стреляю, и я, да, я люблю камуфляж, одежду, одежду я, а еще я строитель, я тоже там по стройке хожу в камуфляжи, но это же не значит, что я за животными охочусь. Вот. Надо уже пора разбивать стереотипы, поэтому мне тоже, например, непонятно, вот эта позиция некоторых депутатов, охотников в отношении диких животных, где надо, давайте красную книгу немножко подсократим, вот этих можно пострелять, слишком много развелось, давайте там восстановление популяции, но с другой стороны, вот охотники, вот у меня много, у меня много достаточно друзей охотников, они занимаются не только отстрелом, но еще и восстановлением популяции, так называемым, то есть, ну по большому счету, если бы они не стреляли, то и популяцию, то не надо было восстанавливать, такой этакий замкнутый круг, но с другой стороны, например, у нас в области, когда-то, я не знаю, там, сейчас у нас случилось с оленями, у нас же символ области олень, Нижегородской, у нас раньше были, говорят олени, потом они пропали, я не знаю, отстреляли их, или они естественным путем куда-то ушли, но сейчас, тем не менее, у нас там опять стимулируют возвращение оленей в область там, в хозяйствах специальных, их разводят и выпускают в дикую среду, так что, ну и причем этим как раз занимаются охотники, то есть, восстановлением видов на ареалах обитания, возвращением видов в свои ареалы обитания, кабаны, лоси, олени разные, куча животных, поэтому, однозначно, не за охоту, однозначно, ее надо тоже запретить, потому что, во-первых, как это бы страшно не звучало, но зачем тебе стрелять по животным, если ты можешь купить, то там тоже, ту же плоть в магазине, ну, варварский достаточно метод добычи себе еды, в которых ты особо не нуждаешься, ну, это просто, там, кистостерон, мужики, я помню, в зале занимался, там, общался с мужиком, он мне показал, смотри, что, что там, про мясо не общались, я как-то рядом оказался, он мне показал, там, как он тушу оленя завалил, я просто стою, думаю, мужик, зачем ты мне это показываешь, прям, аааа, ну, если они почему-то считают, что это круто, если там взял винтовку и завалил оленя, зачем-то, ну, какие дела, поэтому я говорю, ну, запрещать, надо сначала регулировать, потом запрещать, поэтому вот так, я, это мое, это мое мнение, и надо с этим работать, надо же там, это как бы логично, хорошо было бы так делать, активисты за это борются, политические, но, насколько все будет двигаться. Актуальный вопрос, вот тут, что, то есть, что раньше настанет, веганский мир за счет того, что люди там поменяют свое мышление, или веганский мир настигнет, настанет быстрее, за счет того, что технический прогресс это подгонит. По большому счету, все же, такие вот радикальные, точнее, коренные изменения в обществе, они же происходили за счет того, что технический прогресс это подгонял, например, отмена того же рабства, не только в Штатах, ведь везде, по всему миру, в 60-х, 50-х уже там, отменяли, там, крепостное право, это же все взаимосвязано, крепостное право, там, рабство в Америке через три года, и все это затянулось за техническим прогрессом. Поэтому вот не все, кстати, что я начал-то эту тему, то есть не все поддерживают, например, тоже мясо из пробирки, и вот это вот заменители с растительным мясом, типа Beyond Meat, GreenWise, там, еще какие-то там продукты. А тем не менее, это прогресс, который как раз толкает к тому, чтобы уйти от животноводческой-то деятельности. Ну вот твоя подруга как-то писала, что она против мяса из пробирки, потому что все равно изначально, там, клетки надо взять из живого, да, мясо, и потом на его основе, ну, выращивать. И поэтому же все равно эксплуатация, но как бы все равно, если пострадает одна корова, а не 10 тысяч, ну, это как бы все равно лучше. Ну и это будет более действенным, ну, как минимум, переходным этапом, да. Ну, так и такая. Подруга набралась мыслей у франсионистов, поэтому там у них тоже достаточно спорная идея, это которые всех осуждают постоянно, например, там, Vegan Challenge тут есть у нас, деятели, которые осуждают Vegan Challenge, а он уже пропагандирует растительное питание, ну, не веганство, он пропагандирует прямо вот в том виде, в котором они хотят видеть, он пропагандирует, что-нибудь самое, что у меня есть растительное питание и веганский образ жизни. Они, кстати, писали их вот с 1 мая, будет Vegan Challenge, я очень долго думал, написал им, ну, давайте я попробую стать там этим куратором, ну, видимо, я написал либо поздно, либо сайт, либо еще что-то, ну, ладно, может потом как-то не стану. Вот, и это полезные инициативы, которые продвигают веганские идеи, их надо все продвигать, все брать и раскручивать. Пусть они как какого-то бока заходят, но тем не менее, они должны двигать население к веганским там каким-то, и продвигать там растительные аналоги продуктов. Про это продвижение очень важно для людей, потому что, например, ну, сложно отрицать, например, там все же ели мясо раньше, Ты же тоже не с рождения там, не знал, не знал вкус мяса, ты же прекрасно помнишь его вкус. Ну, есть, оно не просто там какой-то там, как говорят, оно безвкусное, оно имеет свой вкус там, поэтому люди его любят за тот вкус, который он отдает, за те вкусовые ощущения, которые он отдает. Вот, поэтому если тебе дадут точно такой же растительный аналог, который заменит это все по вкусовым предпочтениям, то почему бы и нет? К этому надо стремиться. Если люди будут выбирать растения, а не животных, то животноводческая индустрия пойдет на спад. Какое-то мое любимое экономическое обоснование всего этого? Когда, хоть меня часто ругают за это, например, по вегетарианству, классный тезис, который я постоянно слышу, из уст франционистов и их там, их подобным, вегетарианство, это то же самое, что не веганство. Вот ты как считаешь? Это то же самое, что не веганство. Ничем, а, ничем не отличается от не веганства. Ну, что такое не веганство? Не веганство. Ну, вот смотри, есть вегетарианство, где ты не употребляешь плоть, конкретно плоть, животных, всех. Вегетарианство, это же не веганство. то есть, если вот, прям вот, читать, как вот, да, как написано, вегетарианство, это не веганство. Ну, да, вегетарианство, — Вегетарианство ничем не отличается от невеганства. — Ну, понятно, что вегетарианство — это невеганство, оно не отличается от невеганства, это логично. — Слушай, ну да, согласен. — Подушка — это не кровать, или подушка ничем не отличается от некровати. — Да, и если брать сырок молочный на экспертизу, то в нём будет столько же, то результат будет такой же, как и в этом сырке, да? — Ну, просто вот как сказано, ну, естественно, что, как бы, вот если сказать, вегетарианство ничем не отличается от мясоедения, то вот этот тезис уже не идёт, ну, никак. — Хорошо, давай, так сказать, что они подразумевают под этим? — Что вегетарианство... — Я примерно понимаю, да. — А, ты понимаешь, да, но мы всё-таки будем обсуждать тезис, да. — Да, но тем не менее, то есть я конкретно тут пытался экономически обосновать то, что, ну, вегетарианство очень влияет на то, что животноводческая индустрия теряет и прибыль, и теряет вообще, и вообще ведёт не только к мясному, там, убыткам в мясном бизнесе, но и к убыткам в молочном бизнесе. Потому что в нашей стране, например, молоко и мясо связаны тем, что у нас нет этого дела, у нас не развита, как, например, в Америке, индустрия вот разведения бычков, которые непосредственно идут на плоть, для плоти, для получения плоти. То есть индустрия из них не получают, только плоть. Вот, а у нас это всё мясо говяжье, это получается от шлейфа молодых бычков, практически всё. Там что-то процентов 5, что ли, только от пород, от мясных. Всё это идёт от шлейфа молодых бычков, то есть от молочных коров. Те, которые бычки не идут дальше в молочную промышленность, они идут в мясную индустрию. Вот, если люди будут отказываться от мяса, от поедания плоти, то это закономерно ударит по молочному бизнесу, потому что очень большая часть себестоимости молока, это то, что продают в течение 7 лет, 5-7 лет корову эксплуатируют, используют. Вот, у неё в течение 5-7 лет отнимают телят. И вот эти вот телята, которые, они идут на мясо как раз. Соответственно, это достаточно большая статья доходов. Поэтому молоко, молоко, если все бросят пить, все бросят есть мясо, то молоко очень сильно подскочит в цене, и тогда растительные аналоги будут однозначно дешевле выигрывать на этом фоне. Ну, и как бы, если все действительно так, как говоришь, у нас работать, я вот в этом плане не очень силен, то это хороший, да, аргумент, да, экономический, но вот я бы даже так далеко не шел. По мне, да, уже флекситарианство или там понедельники без мяса, если все будут так делать, это уже классно. И бескитарианство, если уже едят только рыбу, коров не трогают, уже замечательно. Лактового тоже хорошо. Ну, то есть, каждый этап, да, на что человек там способен, что может из себя там выдавить в плане снижения эксплуатации, ну, уже все здорово. То есть, не надо относиться душно к этим людям. Можно, да, вот лично у меня позиция, можно аргументированно, можно, ну, чуть-чуть, и может быть, токсично, относиться к людям, которые оправдывают эксплуатацию какими-то вот антинаучными там вредними. Типа, вот без молока нельзя, вот кости сломаются, зубы выпадут, белок закончится. Вот без мяса я, конечно, могу, молоко, у меня там деды и еще что-нибудь. Таким людям, ну, критично, но очень всегда быть, конечно, культурным, позитивным и замечательным. Ну, все равно мы не железные, может и бомбануть, и может там юморок кому-то может не зайти, и ты со стороны для одного человека, может быть, токсичным ублюдком, а другой, в принципе, будет относиться нормально. Но идея в чем? Просто не травить людей, которые просто вот могут так. Все. Вообще лучше никого не травить, но если вот человек может пока вот на своем этапе восприятия, обработки информации, да, может, у него эмпатия, как у бревна, или он не знает столько информации, сколько ты о веганстве, он может делать мясо без понедельников и не носить мех. Ну, это уже здорово, вот течение движения идет, отказа от цирков, вот все говорят, какие запашные там отвратительные люди, и то, что ношение мехов тоже многие там, во всяком случае, в Твиттере пишут, что это отвратительно, но это хорошее движение, как бы там ни было, и писать этим людям, я, кстати, так тоже там делал один раз, писал, а мясо-то ешь? Ну, это вот пассивная агрессия, достаточно мерзкая и неправильная, то есть можно заходить к людям как-то, ну, позитивно рассказывать, слушай, ну, ты боишься о животных, а вот есть еще такие-таки аспекты, подумай об этом, ну, может быть, ты к чему-то придешь, но вот не пассивной агрессией заниматься. Насколько я вообще могу уже судить, так сказать, с высоты пройденных лет и вообще вот этого, нахождение веганской тусовки, все это идет от недостатка информации непосредственно вот о питании, все проблемы от питания, скажем так, потому что человек начинает говорить, там, как же я без мяса, животные белки, они необходимы, а как же, а растительный белок не может заменить животный белок, а вот, и все в этом духе, вот все проблемы оттуда, то есть не знаю, откуда впиталось это все, я не помню, слышал я это, не слышал, я, по-моему, не придавал вообще значения совершенно этой теме, но тем не менее, то есть сейчас я начал разбираться и вот в аминокислотах, в нутриентах и прочем, во всем, во всех этих вещах, которые непосредственно питанию сопутствуют. И вот все мифы о том, что там на веганство не могут люди перейти, они все идут от питания, абсолютно все. Ну, потому что это первый аспект и основной. Ну, и тем более это все связано с обывательскими мифами, стереотипами, мужик должен мясо есть, нормальная обувь только кожаная, в ней там ноги не будут потеть, только в мехах тепло, только в шерсти замечательно, а вот все остальное, синтетика, и ты там умрешь, но я отвалился, и вообще все будет плохо. Ну, такие стереотипы, они просто, ну, не знаю, вот там от бабушек, дедушек, мам, папа, оно вот как тянется, если говорить, а почему? Ну, не знаю, потому что, ну, потому что, все. Ну, с этим действительно сложно спорить, потому что у меня тоже родители примерно такого же уклада. И вот они, ну, я не объясняю, нет смысла, я не вижу в этом смысла перевоспитывать людей, которые старше тебя, это только нервы тратить. Ну, как правило, можно объяснить и успокоить, что все будет норм. Ну, скажем так, никто особо не не прилипает ко мне с тем, что там не спрашивает, а что ты вот, а что не ешь, а что не ем, ну, не ем, не ем там, да. Ну, там бывает, там поясняешь, людям интересно, на самом деле, людям, кстати, интересно, а почему, а так, а что? Ну, то есть они послушают, послушают, ну, как бы информацию, так сказать, впитают, я думаю, что это все на долгосрок остается. То есть ты что-то говоришь, там потом люди там, может быть, через какое-то время придут. Ну, главное, мне кажется, главное не давить просто на это все. Ну, то, что людям интересно, все зависит от человека, если им правда интересно, так они могут, знаешь, как на каких-нибудь семейных тусах придет какая-нибудь там соседка, тетя Вера какая-нибудь, там, хера знает откуда, кто ее знает, послушает, ей интересно, а потом через 15 минут она уже забудет. Но есть люди, которым правда интересно, ты им там лекцию можешь читать, все люди там что-нибудь жрут, сидят там, бухают, а ты вот сидишь, рассказываешь, он сидит, как здорово, как классно. Ну, просто будет знать, что есть у меня там Гришка знакомый, что, ну, вроде не сдох там, ну, умный, ну, все. Нормально, нормально, но все равно какая-то позитивная будет вот где-то капелька света, что не все веганы там кончены мракобесы, и они еще могут нормально ходить. А то... Да, я в среде уже людей там 30 плюс и каких-то, ну, хотя бы от 25, я уже стараюсь просто сформировать образ, ну, лояльность, не возрастить, так сказать, к веганскому образу жизни, просто, ну, перевоспитать, например, из антивеганов, сделать просто лояльных людей, которые не будут хотя бы мешать продвижению веганских идей. И это так и должно примерно работать, потому что ты не можешь всех людей сделать веганами, а вот сделать так, чтобы кто-то не мешал, очень даже можешь. Это в принципе достаточно просто. Потому что и как раз вопрос, почему я нахожусь в антивеганских пабликах, так я этим по большому счету и занимаюсь. Я делаю аудиторию более лояльной к веганскому движению. Ну, приходится, правда, кое-какими людьми поступаться, но это... Я так считаю просто, что человек, который публично несет чушь на какую-то огромную аудиторию, например, там тот же веган-рошин, где-то с аудиторией там 16 тысяч подписчиков, ты говоришь там дайвинг не по вегану, ну, если ты просто посмотреть корабли там затонувшие, это еще нормально, а попялить на рыб, ну, нет, 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 ну, что это такое? Ну, как это называется? Вот, если бы не я увидел это, кто-то другой увидел, но я хочу, чтобы эти люди посмотрели, что они делают не так, потому что обращаться к ним, как показала практика, бесполезно указывать на это. Они, людей, которым они негативно настроены, они не слушают, а людей, которым они нормально настроены, я так понимаю, вообще ничего не говорят по этому поводу, хотя там у них есть какие-то общие чаты, в которых они должны все это обсуждать, но я вот точно знаю, что вот один один из скриншотов классных, Марининых, где там что-то про медведя, которого спасти, ей там задали вопрос, что там, что делать с медведем, которого спасли, ну, во-первых, ситуация достаточно абсурдная, во-вторых, она порекомендовала кормить медведя тем, чем он питается в природе, ну, то есть, другими животными, в такой себе, ну, вы там, соберитесь, обсудите, прежде чем такие ответы давать, вот, а потом уже на такую публику такую информацию выдавай, так нельзя, ну, слушай, тут как бы не надо быть слишком строгим, и то, что она так реагирует на тебя, там, на твои комментарии, ну, это потому, что очень душные просто вот комментарии, я больше, чем я вот видел, как ты пишешь мне, и как ты где-то еще пишешь, но очень душно, может быть, если найти подход более такой милый, что ли, не знаю, добрый, положительный, позитивный, и обратиться к ней, сказать, ну, слушай, давай там, обсудим этот вопрос, вот, есть такие-то там позиции, но я не знаю, как лучше к ней подойти, допустим, но если найти подход, можно ее переубедить, потому что вот это токсичить и предъявлять, ну, это не очень хорошо, и к тому же все могут ошибаться, и где-то там сказать, какую-нибудь херню, как бы у меня на канале при желании можно найти там десятки вещей, которые я бы сейчас уже не поддерживал, но они как бы были, и она, может быть, придет, а может не придет, ну, ну, хотелось бы, чтобы пришла, понимаешь, вот, и причем, чем раньше сделать, тем лучше, потому что аудитория-то растет, а прогресс-то такой, достаточно сомнительный, ну, люди могут и в обратную сторону ходить, могут быть классными, а потом уйти там в какую-нибудь антинаучную херню, такие люди, люди идеальны, но вот я бы хотел отметить, что я как бы не против там этих Киви Ган Раша, что вы классные, все супер, и мы вас критикуем за какие-то вещи, но не потому, что мы вас ненавидим, а потому, что мы не согласны. Если они все-таки будут смотреть, ну, как бы тут вопрос-то, я тоже не хотел там, конкретно мне личности, конкретно не то, что не неприятны, там, даже Саша, хотя он мне какую-то ерунду писал на почту, я даже не буду ее озвучивать, но там было прям, если я долго смеялся, я к ним как личностям там достаточно отношусь нормально, лояльно, вот, но к то, к чему они делают, я вот отношусь так, как отношусь, потому что прежде, чем что-то делать, как я обычно делаю, прежде, чем куда-то оставаться, ты изучаешь тему, изучаешь, начинаешь с каких-то документов, а потом уже начинаешь уже эту тему прорабатывать и что-то писать по этой теме, вот, со следованием надо было поступить именно так же, то есть ту информацию, которую они нарыли, вот когда там Марина последний пост сделала, ту информацию, которую она нарыла там за полдня вместе со своим мужем, вот, это надо было сделать изначально, вот, если бы она изначально это сделала, то вопросов будет, в принципе, в дальнейшем не возникло, то есть ты должен делать так, чтобы те не подкопались, ну, иначе какой смысл, а если к тебе подкапывают, ну, ты либо делай выводы, либо, ну, вот, в такую оборону уходить, там, в баны, я не вижу смысла, то есть они просто, они просто все это сместили акцент на то, что, типа, я их хейчу и обесцениваю их труд, но я не могу, нельзя назвать обесцениванием труд, который сделан неправильно, и он, 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 он в достаточно, в достаточной степени вредил сообществу-то больше, потому что много веганских продуктов зашкварили просто на основании ничего, на основании своих каких-то измышлений. Ну, тут, понимаешь, все подгонять серьезностью диссертации, это тяжело, долго, кому это нужно, поэтому требуйте, наверное, это не совсем правильно, потому что, если они собирают хотя бы на исследование, вообще их делают, это уже достаточно здорово, и, ну, вкладываться, может быть, это было бы правильно, да, вот, все там разобрать до кирпича, но это тяжело, долго, ну, и отклик от этого все равно будет не тот, который, вот, ты вложил, твои вложения физические, эмоциональные, там, интеллектуальные, они вряд ли оправдаются, поэтому можно и понять, почему так происходит, ну, и потом, наверное, можно было избежать многих проблем, если быть аккуратнее с выводами и формулировками, так вот, журналисты говорят, вот, если бы они сказали, вот тут такое, но она же написала, да, что если сдать молочный сырок, будет такой же вывод, но не писать, что он не веганский, то есть, ребята, задумайтесь, возможно, сырок не веганский, да, и этика написала, ну, примерно так, то есть, она аккуратнее все сделала, ну, Веган Раша написала более так радикально, но, вот, что даст, в этике, да, более-менее лояльно, то есть, они пишут, ну, не защищены ни аллергики, ни веганы, я, правда, не знаю, от чего веганы не защищены в этом плане, ну, да бог с ним, просто, вот, а тут, прям напрямую, да, это не веганский продукт, все, ребята, не покупаем, это начинается бойкот какой-то там, по всем, по всем инстаграммам, контактам, если продукт всплывает, начинается войдос, вот, это продукт не повеган, нас обманывают, там больше одной капли молока на килограмм, а в сырке 50 грамм, а там, вот, короче, если в сырке, там, брать, условно говоря, там, 70-80, сколько там, не знаю, миллиграмм на килограмм, нашли они, хрен с ним, точно нет, то в сырке 4 миллиграмма, примерно 3-4 миллиграмма получается в одном сырке, а это 1 десятая капли, даже меньше 1 десятой капли, но это, не знаю, мне кажется, даже если дунуть на сырок, примерно такая же концентрация молока и будет. Но это потому, что исследование видит сток, а может быть, если провести исследование с границами более там, широкими, там окажутся, там пол сырка, нахер, это сплошное молоко. Так они могут, пожалуйста. Это все, есть аттестованные лаборатории, которые могут такие исследования провести. Ну, кому же это надо-то? Ну, может быть, там, с деньгами, там, еще какие-то вопросы. Я не думаю, что это прям так просто во все лаборатории прийти, сдать, и тем более денег на это собрать. Ну, как показала практика, деньги-то они нормальные, веганские подойти нормально собираются. Да вообще, мне кажется, это просто, вот эти вот исследования, это один из инструментов просто, сведение личных счетов с людьми, как же тот же, вот зачем, зачем начали исследовать сырок Александрова? Потому что он сказал что-то... они до этого собирали, нет? Нет, просто он сказал что-то не то. И появилась крамольная мысль у людей, а может он и нас-то обманывает, может сырок-то на самом деле не веганский. С вега там они, то есть сначала какие-то запросы делали, писали что-то, потом, ну, и с ними как-то плохо на контакт шли, то есть, ну, вот такое-то на основе личной неприязни, там, там, с тем же вкусвиллом они постоянно воюют, там у них то вегетарианские, веганские продукты, они там перемежевывают что-то, не знаю, вот эта вечная война за какие-то капли продуктов животного происхождения, ну, лично мне кажется достаточно... Ну, сами они хотят, чтобы было честно и справедливо, потому что они не делают все идеально, ну, как бы, претензия такая. Ну, так и... Есть объективная критика, ну, как бы просто как донести информацию до них, если с душнотой и тяжело работать. Как бы у меня бывает настроение, да, мне там пишут, что я вообще там педрила какой-нибудь мерзкий, ну, пишут вопрос какой-нибудь, знаешь ли, аргумент, и вроде там мне, членами меня покрыть с ног до головы, но вот, вот этот момент я могу спокойно ответить, ну, иногда даже бывает смешно, да, что тебя так кроют, ну, ты говоришь, ты как мне пацан написал, да, про коронавирус у меня пост в инстаграме, что вот что-то там на морде, не забывай надевать, и тебя, прививку тебе сделают, чипируют, и тогда поймешь, в каком мире ты живешь. Я говорю, в мире конспирологов. И он сказал, ну, иди нахуй. Вот аргумент, классный, пацан, просто здорово. Да, с этим, с коронавирусом, конечно, конспирологов повлезало, мамкиных, которые, то, что мы в электронный концлагерь, нас загоняют, и чипируют, и, кстати, у тебя же новость была, а у тебя в сторис посмотрел, где девушка, женщина ушла, с двумя детьми жить в лес. Я читаю новости про вышки, про все остальное. Тут, знаешь, от глупого, то если дойти, люди почему-то уверены, что они такие важные, нужные, никто не сможет без каких-то чипов там манипулировать их мнением, или что их жизнь так много стоит, что люди, которые имеют власть, не смогут этой жизнью распоряжаться другими способами, что надо провернуть мировой там какой-то заговор, чтобы просто сделать тебе прививку, да господи, да и все можно сделать в десятки тысяч раз проще, и вот эти все сложные манипуляции, зачем так усложнять, как будто какой-нибудь Ваня там, который живет где-нибудь, хер знает где, и работает на заводе за 20 тысяч, ну Биллу Гейтсу на тебя насрать, 100 тысяч кучи, ну просто я ничего не имею против, да, но люди как-то переоценивают свою важность в мировом масштабе, да-да-да, ну это как минимум, сокращение населения, да, это вообще такая любимая, мне нравилось раньше старообрядцы, которые отказывались от бумажных документов, когда их водить начали, они же там уходили куда-то, в леса, в тайги, там коммуны свои организовывали, селения, вот отказывались от бумажных документов, потому что считали, что это антихристовые документы, сейчас как бы документы все получили, сейчас у них вот новый фетиш, это электронные документы, которые тоже пытаются вести для удобства для всех, то есть у тебя есть один документ будет, который, в котором все есть, а тут понимаешь, нет, тут тебя, короче, и три шестерки, у меня тут есть одна дама в ВКонтакте, на которой я подписан, ох, такой образчик мракобесия, где облучают свыше с мобильной связи, 5G-то формат, который сейчас ведут его там, прям он для зомбирования людей существует, 3G, там, 2G, 1G, сколько там их было, выше, до этого не облучали, а тут стали облучать, эти масоны, все контролируют, контролируют количество населения зимы, урезают, урезают, оно растет, и вообще никак его не победить, Билл Гейтс просто в Индию, в Китай не может залезть, и в Африку, просто вот там население и голодает, и болеет, и в условиях ужасных живет, и все равно растет, вот, Билл Гейтс плохо работает, вот Билл Гейтс. Миллиарды спускает, не туда просто. Население европейских стран, там, стареет, умирает, там, их заменяют, там, арабы, эмигранты всякие, а Билл Гейтс все вот почему-то хочет уничтожить европейское население, а вот с африканцами, там, с бедными странами никак не может справиться. В частности, славян, славяне же это, самое, что ненадесно, но мы и так, мы и так вымираем, потихонечку, российское население идет на убыль, там, и прививки-то не нужны. Ну, короче, тут можно рассуждать бесконечно, этим людям все равно ничего не докажешь, они будут говорить, почему ты там умнее, или вот там, каца видос я скинул, и кто-то написал, а с чего ты там, а я там ни одного аргумента не услышал, видос 17 минут, одни аргументы, я не услышал, ну, если не хочешь слушать, то, естественно, ты не услышишь, что бы тебе не сказали. Так, что там у нас... уже час. Чего у нас на повестке-то еще? Чего бы не было, уже час, я думаю, если кто-то это дослушает, если у нас все пройдет, классно, мы сможем это выиграть. Давай, если там что-нибудь неинтересно думаем, просто еще раз соберемся, не будем уже такие посредственные темы создать, будем возрастать о высоких материях, куда-нибудь в другой руслу ударимся. Ну, давай пока там, в принципе, что у нас? Да, мы в Примопинске, да, поэтому по тезисам-то мы пробежались. Короче, вот такие дела, ребята, если вам понравился такой формат, напишите, если не понравился, никто не будет это смотреть, но это очень грустно, зря мы три раза записывали, вот. Ну, вот, посмотрите, да, человек достаточно милый и приятный, и не такой душный, вот, в таком формате общения, в каком кажется, в интернете, поэтому, ну, стоит как-то прислушиваться иногда к его аргументам, вопросам критики, и стараться меньше бомбить, и кому-то стоит стараться меньше душнить, и быть, стараться быть более приятным, не знаю, доброжелательным, через хвост там зубы, но в этом может быть больше будет смысла для веганского движения. Самый милейший человек, несмотря на свою фамилию. Да. Ну, ладно, тогда давай прощаться. Ребята, у меня подписываться особо не на что, только на мой паблик ВКонтакте и в Инстаграме, но вы все равно подписывайтесь, пишите в личку, я все отвечу, все расскажу, всем душнить не буду. ссылочки оставлю в описании, подписывайтесь на канал, ролики смотрите и мои, ну и вот этот вы посмотрели, я надеюсь, целиком, там, инстаграм, канал, лайки, комментарии, все вот это вот делайте, пожалуйста. с вами был Точеный, Лютов, и всем пока.